В Акжаикском районе ежегодно увеличивается число жителей, занимающихся сельским хозяйством. Если в 2014 году там было зарегистрировано 645 фермерских хозяйств, то на сегодня их уже более 1200. Большая часть из них занимается животноводством, остальные – растениеводством. Об этом сегодня было заявлено в ходе брифинга, где поднимался вопрос развития данной отрасли. Из-за того, что в районе активно развивается сельское хозяйство, растет и производство продукции. По итогам прошлого года объем превысил сумму в 35 миллиардов тенге. С начала года эта сумма приблизилась к 12 миллиардам. В районе наблюдается устойчивый рост поголовья скота и продукции животноводства. По данным на 1 июня текущего года зарегистрировано 154 тысячи голов крупного рогатого скота, 308 тысяч голов мелкого рогатого скота, 63 тысячи голов лошадей, 293 верблюда. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поголовье КРС увеличилось на 5,3%, овец и кос на 0,4%, лошадей на 1,8%, верблюдов на 16,2%. В частности, помогают развивать сельскохозяйственный бизнес на селе государственные программы, одна из них – АО «Аманате». Так, в прошлом году в ее рамках 109 предпринимателей получили кредиты на более чем 700 миллионов тенге. На эти деньги сельчане закупили молочный скот и других сельскохозяйственных животных. Кроме этого, программа позволила создать более 100 новых рабочих мест. Аграрии также приобретают новую технику для работы. Если смотреть на перспективу развития района, то долгосрочный приоритет отдается выращиванию картофеля и овощной продукции с целью полного покрытия потребностей жителей в продовольственных товарах. В прошлом году было посеяно 150 гектаров картофеля, а в этом уже 635 гектаров овощей и бахчевых. Также необходимо сказать о нашем бренде – это тайпакские арбузы. Они пользуются большим спросом в Уральске, Атырау и других областях. Выращиванием арбузов у нас в районе занимается 40 фермерских хозяйств. Есть в районе и проблемы. Из-за отсутствия дождей имеется проблема с травостоем. Соответственно, такая погода может повлиять на стоимость кормов, а то и вовсе создать их дефицит. На сегодняшний день в районе заготовлено на зиму 107,7 тысяч тонн сена. Это 34,3% от плана. Работа в этом направлении продолжается. Средняя цена рулона составляет 5-8 тысяч тенге. Еще одной проблемой являются сайгаки. Они имеются в Алмалинском, Бударинском, Чапаевском и других сельских округах. Их число варьируется от 50 до 3 тысяч. А сайгаки наносят значительный ущерб в адаптовые поля. В настоящее время этот вопрос решается, чтобы перегнать их в другие места. Олег Великий, Асланбек Саламатов, Кинжбек Салыхов, Акжей Кокварат.